всем привет сейчас мы хотим показать как поменять подшипник в раздатке про промежуточного правого прибыли для начала нужно снять вот этот промежуточный вал как его снять у нас есть видео на канале замена сальника в раздатке так после того как вы его сняли зачищаем поверхность зачищаем все поверхности чтобы у нас был доступ к стопорным кольцам после того когда как зачистили все снимаем сначала наружнее стопорное кольцо первую очередь вот чтобы нам вытащить подшипник из корпуса вместе с валом то есть стопор который держит сам подшипник будем снимать после так сейчас у нас задача выпрессовать из корпуса вал вместе с подшипником мы сняли вот здесь наружный стопор делаем упор на корпус и выпрессовываем вот мы выпрессовали крышку естественно здесь зачищаем посадочную часть зачищаем место под стопор чтобы он сел хорошо вот мы уже видим сам подшипник снимаем мы выпрессовываем нам удобно его выпрессовывать давить сюда все мы снимаем вот этот верхний стопор чтобы подшипник у нас сюда ушел есть возможность снятия стопа в принципе подшипник стянуть сюда так снимаем стопор тут уже съемник то есть съемник потребуется и на сжим и на разжим тут стопор такой немножко вот 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 таким образом мы установили на пресс будем давить сейчас опять на сам привык не та оправка мы взяли другую оправку самое главное сделать упор на наружную обойму сейчас вот когда мы вытаскиваем вал чтобы мы смяли стопор у нас остался нижний чтобы стопор не повредил вот так должен выглядеть ваш вал зачищаем посадочную на стопоре чтобы у нас подшипник отсел ровно так переходим к установке нового подшипника его можно устанавливать через старый подшипник но самое главное делать упор на внутреннюю обойму как в принципе все подшипники подшипник можно запрессовать можно забить принципе так как у нас там все очищенные смазаны самое главное делать упор на внутреннюю обойму забиваем до конца пока у нас подшипник не подойдет вот мы забили его внутреннюю обойму до конца видно теперь устанавливаем стопор да еще важный момент в коем случае нельзя в тиски зажимать вот за эту часть рабочую часть сальника можно вот за эту часть зажимать его в тиски уже смело стопор тоже зачищаем чтобы у нас зашел туда легко и непринужденно в идеале конечно стопора заменить но к сожалению в заказе их очень сложно найти ну их нету отдельно надо подбирать искать что-то похожее особой необходимости в этом нету стопора если аккуратно снимать и устанавливать они много раз встает свое место в принципе этого достаточно итак теперь защищаем крышку тоже надо убирать всю грязь не насколько возможно чтобы осуществить все мы люди в случае некачественной установки сразу были видны подтеки также наличие open проверить как все таки все упрессовывается все может быть напряжением все того может не выдержать его особо особо страшно это нету это просто железка на такое возможно защищаем еще раз говорю посадочную и место под стопор и мы производим обратную установку то есть делаем упор вот сюда можем запрессовать вал так вот мы подобрали отравку культурно запрессовать подшипник по наружной обвозе запрессовываем до упора и восстанавливаем наружный стопор также стопор зачищаем обязательно чтобы у нас сел как следует так еще раз проверяем защищаем вот эту часть чтобы у нас крышка легко осела проверяем что у нас на в рабочем месте сальника нету засечек у нас все чистенько и устанавливаем